Друзья, это видео о мануле. Манун, также паласов кот, хищное млекопитающее семейство кошачьих. Внешностью и размерами похож на домашнюю кошку, но отличается более коротким и массивным туловищем и лапами, а также длинным и густым светло-серым мехом. Округлые уши низко посажены по бокам головы. Длина головы и туловища составляет от 45 до 65 сантиметров. Длина хвоста от 21 до 31 сантиметра. Масса тела составляет от 2,5 до 4,5 килограмм. Этот кот стал известен всему миру благодаря немецкому натуралисту Питеру Паласу. Он обнаружил существование этого зверя в 1776 году в бассейне Каспийского моря. Этот вид обитает на обширной, но фрагментированной территории в Азии, от Западного Ирана и Армении, в Средней Азии и на юге Сибири до Забайкалия, Монголии и Тибета. Манун хорошо маскируется и приспособлен к холодному континентальному климату, к условиям, где наблюдается большая амплитуда температур и выпадает мало снега. Манун находит себе убежище в расщельных скал и норах и питается в основном пищухами и грызунами. Весной у самки рождается от 2 до 6 котят. Манун ведет оседлый, одиночный образ жизни. Активен преимущественно в вечерних или утренних сумерках. Днем спит в укрытии, но в летний период может быть активен и в дневное время. Кормится Манун почти исключительно мелкими грызунами, причем последние составляют более чем половину его рациона. Поскольку пищухи заметно крупнее другой мелкой добычи, на которую Манул охотится, в более редких случаях взрослая особь ловит сусликов, зайцев талаев и молодых сурков. Может ловить мелких птиц, гнездящихся на земле, таких как жаворонки. В летний период Манул может питаться насекомыми. Кроме того, наблюдалось поедание Манулами ягод и падали. Манул может охотиться разными способами. Может незаметно подползать к жертве, скрываясь в растительности, а может устраивать засады или поджидать жертву у норы. Кроме того, из мелких нор Манул способен доставать грызунов лапой. В дикой природе Манулы размножаются один раз в год. Гон происходит в феврале-марте. В это время за одной самкой ходит несколько самцов, между которыми случаются драки. Котята рождаются в апреле-май. В помете, как правило, от двух до шести котят, в редких случаях больше. Средняя продолжительность жизни Манула в неволе 11-12 лет, но известны случаи, когда Манул доживал до 18 лет. Срок жизни в дикой природе неизвестен. Манул не приручается. Повсеместно Манул редок, его численность сокращается и составляет около 58 тысяч особей. Местами он находится на грани исчезновения. Он занесен в Красные книги. Содержание Манулов в неволе сопряжено с некоторыми сложностями. Например, у них могут возникнуть проблемы с иммунитетом. Манулы содержатся в зоопарках с 1950-х годов. На 2020 год в зоопарках Европы проживают около 100 особей. Первое рождение котенка в неволе случилось в 1960 году. Однако, новорожденные котята умерли в первые дни жизни. Только в 1971 году в неволе родилось жизнеспособное потомство. Всего с тех времен в неволе родилось более 1300 котят. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал.